Я баклажан, капец Я открыла эту коробочку и в ней был уже мертвый Потому что мне жалко, что с ним так получилось Офигеть, я чувствовала, что это будет что-то нереальное, но... Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы И сегодня, наконец-то, будет обзор подарков с аж трех фан-встреч Красноярск, Москва и Питер Позже я объясню, почему не получалось снять распаковки по отдельности и сразу И хочу с вами поговорить на очень важную и серьезную тему Которая связана с одним из подарков, я его покажу И еще недавно я заказала кое-что для питомцев из Китая Так что скоро, если все пойдет по плану, будет одна из ваших самых любимых рубрик Безумные товары для животных Где я покупаю самые странные вещи и мы вместе с вами их пробуем Так что ставьте лайк, если тоже, как и я, ждете эту рубрику Кстати, я в последнее время очень активно делаю все именно через интернет Заказываю еду, такси, покупаю билеты, нахожу нужных мне людей Вот мастеров для дома недавно, например Я облазила кучу приложений И самым крутым, по моему опыту, в этом смысле оказалась Profi.ru Я сейчас покажу Это такая площадка, где можно найти кого угодно Хоть фитнес-тренера, хоть мастера маникюра И там реально очень много профессионалов в любом деле за вообще нормальные деньги Потому что это просто люди такие же, как мы с вами К примеру, когда моим друзьям понадобился репетитор для дочки Мы очень быстро нашли человека под их бюджет и пожелания И не обязательно быть богатым, чтобы себе такое позволить Можно найти как кандидата наук, так и студента, который поможет в учебе И очень удобно, что там настоящие отзывы других клиентов Лично я всегда и везде читаю отзывы Плюс в анкетах есть документы, которые подтверждают образование То есть там никто попало И самое крутое, как по мне, это то, что девчонке в итоге не понадобилось никуда ездить Потому что на Profi.ru такой большой выбор репетиторов Что оказалось, учитель живет в 10 минутах ходьбы Ну или по скайпу можно заниматься, если вам понравился кто-то из другого города Так что вот эти вот все сомнения А далеко, а вдруг не тот, а дорого Вот реально, если вам сейчас надо в чем-то подтянуть знания ребенка Подготовиться к школе, к каким-то конкретным предметам, к ИГУ, ГЭТам и так далее Попробуйте обязательно Просто внимательно изучите, кто вам подойдет И все У меня лично среди друзей практически все уже этим пользуются Я в том числе Поэтому для вас я оставлю в описании все, что нужно, чтобы наконец-то начать Давайте, не бойтесь пробовать новое И погнали Короче, подарки, как обычно, приехали ко мне в коробках Они занимали реально пол дома И когда я достала все пакеты из коробок В моей комнате, которая на минуточку около 30 квадратных метров Не было свободного места Одна встреча проходила прямо перед Новым годом А подарки из Красноярска вообще ехали до меня больше месяца Поэтому времени на съемки уже не было А надо было освободить место в доме перед праздниками И я быстро все распределяла по коробкам Три коробки слаймов для канала Magic Pets Поэтому там снова ролик про это Полторы коробки канцелярии Я ее и так часто показываю, поэтому в этот раз решила не включать в распаковку Две больших коробки сладостей Одна с конфетами в упаковках И вторая со всякими мелкими сладостями, конфетками, шоколадками И еще одна коробочка для себя С любимыми и необычными вкусняхами Типа Skittles, M&M, Snickers, Twix и все такое Целый мешок еды для собак в приют И две коробки с разными лакомствами для животных и кормом Большая коробка с игрушками для питомцев А также там были какие-то другие штучки Типа миски, массажные перчатки для животных Несколько новеньких ошейников А еще мягкие игрушки самые разные Прикольная подушка с пайетками И когда ее гладишь, проявляется рисунок с мышкой, спящей на месяце Ну типа год крысы и все такое Во многих подарках были деньги Я их сложила в отдельную коробочку На помощь приютам я их передам нашей команде Magic Family Help А питерские подарки вообще не было возможности доставить И поэтому нам с Юмичу после фан-встречи пришлось произвести срочную распаковку Прямо в номере отеля и увезти домой то, что влезет в чемодан Среди них была еще очень милая коробочка с Новым годом А в ней две прям классные такие собачьи игрушки Розовенькая и голубая Там тоже насобиралось аж три коробочки со сладостями Очень классная сумка была Корги Пауэр В которую мы сложили подаренные лакомства И если вы подписаны на влоговый канал Magic Family Vlog То я там показывала, как я отнесла их в местный приют в Питере И еще туда же отнесла пакет с игрушками Половину игрушек я увезла домой А половину отдала там в приют Также с собой в чемодан я забрала всякие бьюти подарочки Прикольную сумочку с котиком на замочке с ручкой для планшета, например И новенькая белая шапочка поехала прям на мне Спасибо И так как подарков было нереально много Вы сами видите, спасибо вам за это большое И у меня не было времени снимать Я сегодня решила показать Какие-то, наверное, самые приятные, что ли, подарочки Ну, можно ли так сказать? Потому что любой подарок приятен Но, наверное, эти тронули тем, что по ним сразу видно Что те, кто их дарил, следят за инстаграмами Внимательно меня слушают Следят за всеми роликами Ну и тем более я сама люблю дарить И когда мне дарят какие-то полезные подарки Которыми реально можно пользоваться в жизни А вы пока напишите в комментариях Какой для вас был самый запоминающийся вообще подарок А еще я вчера в инстаграмах сказала, что вы ни за что не угадаете, что нам подарили Это будет в распаковке И об этом нам с вами, у меня аж руки до сих пор трясутся Надо будет серьезно поговорить Потому что вы, скорее всего, так же, как и я будете очень шокированы Ну, ладно, давайте хотя бы начнем Вот такая вот очень классная кружечка Пластмассовый стаканчик с трубочкой Я ими постоянно пользуюсь Особенно, когда езжу в машине, там, в Москву или еще куда-нибудь Очень полезная штука А еще по поводу кружечек Мне подарили прям несколько кружек Я сейчас тоже их покажу Вот такая вот очень классная Beautiful Day на ней написана Она сделана в виде такой старой, как будто кружки Как будто она металлическая На самом деле она керамическая Почему я люблю кружки И люблю, когда мне их дарят Потому что, во-первых, я их постоянно бью А еще потому что я живу в загородном домике Мне часто приезжают друзья, знакомые Я пью кофе или чай Вот такая большая круженция с фламинго Для тех, кто обожает чаевничать Так пол-литра чайку, нормально В общем, кружки для меня Это реально очень полезная вещь Спасибо большое Нереально было не показать Пропустить вот такого вот покемона В коллекцию Юмичу Как вы знаете, у нее прозвище покемонов Поэтому, да, еще один покемончик У нас их уже очень много Но я до сих пор их люблю, как маленький ребенок Просто вот не могу с ними расстаться Так что еще один пикачушка у нас есть И, кстати, к теме мягких игрушек Моя мечта сбылась Не знаю, почему я никогда сама этого не делала Но вот знаете, есть такой эффект Когда сам себе не купишь Жалко денег А когда тебе это подарят Это то, о чем ты мечтал Акула из Икеи Ааа, наконец-то она у меня есть Не самая большая, там есть, по-моему, больший размер Но вот такая вот акулочка Спасибо большое тому, кто ее подарил Классно Сумка из соды На пояс или на плечо, как я обычно ношу Тоже вот сразу видно, что человек следит за мной везде Знает, что я люблю Потому что я действительно собираю такие сумки Любых ферм, любых цветов и размеров и всего Она такая очень прикольная Как будто баллоневая Такого блестящего грязно-розового цвета На резинке такой прикольной очень Написано на ней сода Сода, если я не ошибаюсь, это косметика Лены Шейдлиной Я могу ошибаться, если что, поправьте меня в комментариях Обожаю такие штуки Они безумно удобные для телефон Вот кошелек, что-то туда закинуть Повесить, чтобы не носить большую сумку Я человек, который очень любит, чтобы руки всегда были свободны И это супер вещь для этого Кстати, к теме одежды еще мне подарили И я их оставила для того, чтобы показать Это две шапки вот таких вот прикольных вязаных У меня почему-то есть предположение, что вот эта шапочка вязаная самодельная То есть человек сам реально ее связал Большое спасибо А вот эта шапка из магазина Adventure написано Такая тоже грязно-розового цвета Пыльная роза, которая мне нравилась Она сейчас уже как бы отходит немножко Носить сейчас зимой Хотя зимы-то толком у нас не было Но вот такие вещи тоже реально в загородном доме всегда пригождаются Потому что я постоянно... Тем более я человек, который постоянно носит шапки и в видео И все это сегодня прям очень необычно Что я с распущенными волосами без шапки Хотя я всегда в шапке В общем, шапки очень полезная штука для жизни загородом Ну и вообще, в принципе, спасибо огромное И раз уж дошли до одежды, тогда еще покажу кое-что Как-то раз я сказала, что если уж хотите меня порадовать что-нибудь подарить Дарите носки Вы знаете всю эту тему с Magic носками То есть я ношу всякие разные интересные и смешные носки Мои родные и любимые Спасибо вам огромное за такое количество носков Которые в этот раз подарили Самых разных Я сейчас их покажу, потому что они все очень классные И кроме этого, так как это было рядом с Новым годом Мне подарили еще вот такие вот новогодние носочки Красные вязаные такие с оленями То есть ты надеваешь на ногу И получается у тебя спереди такой олень А сзади у них силиконовые пупырышки Чтобы не скользить У меня, например, дома плитка И это безумно удобная вещь Да и на деревянном полу, вот в зимнем саду Я все равно скольжу, подскальзываюсь Пару раз даже падала Так, пока еще не дошла до обычных носков Тоже очень прикольная тема Кто-то сам сделал, сам связал, мне кажется Или это купленные Не знаю, кто видел где-нибудь такое в магазинах Напишите, видели ли вы Это такие ботиночки вязаные То есть тапочки У них прям здесь тверденькая подошва из войлока И ты их надеваешь И тебе очень тепло в них ходить Такие валеночки Теп-теп-теп Ладно Посмотрите, сколько самых разных носков Не знаю, как к такому подарку относятся нормальные люди Но я, например, считаю, что это один из самых классных вообще подарков носки Есть вот такие вот желтые с прикольными зебрами Вот такие новогодние носочки зелененькие с оленьками Носочки белые с корги Знаете, такую породу, наверное, это, скорее всего, корги пемброк Судя по хвостику, беленькие Еще одни новогодние носочки Вот с такими вот прикольными ушками мягенькими И с каким-то типа оленем, наверное, это снежок Сыпется красненькие Носки с Ван Гогом В смысле, с его картиной Кто знает, кстати, как она называется Напишите, если вы в курсе Тоже очень классные Еще вот такие вот носки с оленьками фиолетовые Тоже типа под новогоднюю тему Вот такие очень прикольные Два носочка Два носочка Типа здесь не по два носочка Аня В общем, носки с вкусняшками Это кофе, а это мороженка или пироженка Тоже классные И они, скорее всего, мне немножко маловато Единороги Тоже очень классные Из мармалата Тут, кстати, написан размер С 36 по 39 Это мой размер Мне они подходят У меня где-то 37,5, наверное Посмотрите, это тут такой еще серебряный рог Мягенькие, прям тепленькие носки Носить дома А вот я еще нашла такие бежево-розовые С чуваком, по-моему, из улицы Сезан Книга Лучший подарок Я всегда так считала И не отказываюсь от этой фразы Мне подарили Генри Тора Уолден Или Жизнь в лесу Вот такая вот книжечка Новенькая, обязательно ее прочитаю А еще Эрик Берн Игры, в которые играют люди Я собиралась ее как раз прочитать Хотела даже скачать в приложении Но теперь она у меня есть в бумажном виде Спасибо Вот такой вот мешочек Прикольненький С мопсиком Написано Не трогай Мою мопсобутылку Здесь бутылочка с мопсиком Которую с собой Вот тоже водичку взять Или чаечек Тут еще надпись такая Фр-фр Мопсик с пончиками Няшность Кстати, про няшность Из полезных подарочков Была вот такая вот повязочка Для волос Я ее прямо сейчас при вас открою Розовая такая повязочка на голову Например, когда умываешься Чтобы волосы не мочить Что-то с нее тут летит Перышки какие-то И тоже что-то вроде такого же ободочка Только уже с ушками Вот такая черная повязочка И получается волосы убираются Уходят Ну и вообще, в принципе, иногда удобно Когда надоели уже кудри в лицо лезут Именно, наверное, поэтому я ношу шапки К этим же полезным подаркам Очень классная Из Gloria Jeans, кстати Повязочка на глаза Супер вещь Потому что, несмотря на то, что я сейчас не так много путешествую Именно на самолете, например Где прикольно вот так надеть масочку И закрыться от света Но и на машине Например, когда мы едем в Москву поздно ночью И я хочу поспать И за рулем не я Но подъезжаем к Москве И уже рассвет А у меня еще есть время поспать Но на улице уже светло Я такую вот штучку надеваю И все Дома я такое, конечно, не использую Но в поездках очень удобная вещь Я сказала, что вот я не пользуюсь масками Потому что не пробовала И вообще как-то не особо этим увлекаюсь И вот мне начали слать самые разные маски Теперь я их пробую В этот раз в подарках я нашла пять Вот такая коллагеновая маска Виноградная Какая-то, видимо, японская или корейская С улиточной слюнкой Еще одна улиточная маска Тканевая маска для лица с экстрактом жемчуга Ну, в общем, будем пробовать Может, вы какие-нибудь из них пробовали Напишите, расскажите А еще вот такую вот пилочку подарили Очень прикольную, няшную Тоже полезная штука в плане ухода за собой Всегда пригодится Гель для душа Вот такой вот фаберлик Органик китчен Банановый беспредел Обновляющий скраб для тела Тоже вещь, которой обязательно Ты воспользуешься в жизни А не просто будет лежать без дела Пандас Дрим Уайт Мэджик Крем Это крем Но для чего? Наверное, для рук, я так предполагаю Или для лица Обязательно тоже открою, попробую И вот такая вот прикольная расчесочка Фиолетовая Для волос Это, видимо, тот, кто посчитал, что мне кудри Пора мои уже расчесать Непонятно, что на голове А еще в подарочках был вот такой вот Классный, очень переливающийся Не знаю, видно ли вам чехол Для очков Сюда очочки можно класть Он внутри розовый, такой бархатный А снаружи, как чешуя Я ношу очки С недавнего времени Зрение подпортилось Слишком часто сидишь за компьютером И монтируешь И вот это то, о чем я говорила Приятно получать из подарки Когда ты понимаешь, что человек Реально думал о тебе А не просто подарил что-то Ночнички Ночники, на которые я всегда Смотрю в магазинах И всегда их себе не покупаю Потому что включается логика Которая говорит Ну зачем тебе? Тебе это не надо Это вот такой вот единорог Я сейчас поставлю в него батарейки Посмотрим, как он светится Это вот такая вот звездочка красивая Наверное, не очень видно сейчас вам Как она горит Хотя она горит Месяц Ай, ай Да, тоже горит Очень красивый Вот поставить так рядом с кроваткой Это так мило То, что я давно видела в магазинах И очень хотела Это вот такой вот котик Если вот эти ночнички Они пластиковые Он силиконовый То есть ты его прям сжимаешь Это такой мягенький котик А внутри у него лампочка Ну как-как можно в это не влюбиться Ну Спасибо, ребята, огромное За такое количество ламповости Теперь у меня везде будут расставлены Такие вот светяшечки Ну и раз уж речь зашла об уюте в доме Вот такая вот коробка Для вашего нового дома с любовью А в ней керамическая Очень классная розовая Лама Еще и копилочка И тоже к теме дома Свечки Свечи обожаю Покупаю Помните? Кто смотрел мой канал Анимэджик знает Откуда эта фраза Обожаю Покупаю Люблю свечи Я их расставляю в доме Как декор Я их зажигаю Например, когда вечером Иду в ванну Которые пахнут вкусно Чем-нибудь Вот это, например С ароматом лаванды А еще для дома Подарили такое Снежное кружево Называется Новогодняя гирлянда Это такие шарики Знаете, которые как будто Нитками обмотаны Разных вот цветов Белые, розовые, коричневенькие Это в эту комнату Потому что здесь Такое сочетание цветов И они на батарейках То есть Включаешь Не в розетку А туда батареечки Вставляешь И они включаются Загораются Книжка 100 способов Самомотивации Стива Чандлера Измените свою жизнь Навсегда Я одно время читала Очень много книг Именно связанных С саморазвитием И потом в какой-то момент Поняла, что они не работают Но все равно Иметь такую книжку Иногда напоминать себе О чем-то полезно Такой блокнотик Очень прикольный Лав, он на магнитике Ты его открываешь И здесь Всякие такие Стикеры Ежедневник По дням Заполнять Свои планы Какие-то делать В общем Полезная штука Ежедневник Канцелярии у меня Реально Очень-очень много Я уже говорила В каком-то видео По-моему Или в сторис В инстаграме Что пока не дарите Блокнотиков И ручек Потому что Уж слишком много И мне даже В какой-то момент Кто-то в комментариях Предложил частично Отнести это Подарками В какой-нибудь Детский дом Возможно я это сделаю Потому что Ну просто нереально Много Я боюсь Что я за всю жизнь Не использую все это Хотя я безумно Вам благодарна Спасибо большое Красный Красивый Такой сочный Красный цвет Кожаный кошелечек На золотом замочке Открываем И там все О, я еще И тут еще Вот такая штучка Есть Которая крепится К этому кошелечку Чтобы можно было Носить его Да, Софиш Смотри Как сумочка Маленькая Получается Миленький Прикольный Тут еще Такой вот Котик Нарисован Написано Forever young Вечно молодой Originally from Korea Несмотря на то Что у меня уже Отошла Вот эта вот Мания На розовый Голубой Яркие цвета Это у нас Больше про Софишку Да, главнурная Софи Все розовая Все равно Тоже вещь Которая всегда Пригодится В дорогу Что-нибудь Положить В сумочку Обязательно Буду пользоваться Спасибо Будет всегда со мной И еще классно То, что эти вещи Они всегда Как бы у тебя на виду Всегда ты ими пользуешься Они всегда с тобой Никуда Они от тебя не денутся И будут всегда Напоминать тебе О том, что это Вы мне подарили Как я говорила Я всем реально пользуюсь Еще вот такой вот Котик Сумочка тоже Он войлочный А внутри Он так сшит Интересно У него там Такие полосатые Внутренность Ткань такая Замочек Металлический На нем В общем Как кошелек Можно использовать Или тоже как косметичечку Небольшую Такой котяшечка Войлочный Прикольный Очень люблю И пользуюсь Всякими брелками Вот например Такой с облачком Розовеньким Очень миленький И вот такой вот Простенький брелочек I love you Кожаная такая штучка На нее ключики повесить Тоже Супер вещь полезная А еще Нашла вот сейчас Такую игрушку Новогоднюю Из всех Самая такая Зацепила меня Мороженка няшная И сладости Как я сказала Я их не стала В этот раз Обозревать И показывать Я должна просто Показать Вот эту вот штуку Это типа такая Раковина Какая-то Большая Больше моей руки С конфетами Как будто Это жемчуг Вот она открывается И там такие конфетки Просто очень красиво Необычно Оформлено Поэтому Захотелось Показать Кстати Про фламинго В последнее время Стали меньше По поводу него Подарки Это конечно же Мэджик Медальон Кстати Вы помните Почему он называется Мэджик Потому что Есть такая фишка Как Мэджик Бол Я его постоянно Посылаю Это эмодзи Всем А здесь Как бы Такой же Мэджик Бол По сути В кружочке Такой космос Какой-то Мэджик Шоколад Тут написано Мэджик Чоколад Шоколад Для самого лучшего Видеоблогера От Аннуэль То есть Человек Заморочился Сделал Упаковку Мэджиков Для шоколада Тут все Мои Песики Киса Лиса И моя Аватарка И наш Лого Канала К теме Мэджик Подарков Наших Локальных Каких-то Шуточек И приколов Типа Как про Огурцы И так далее Это понимают Только те Кто в инстаграме У меня Или в ВК В беседах Состоит В общем Мэджик Баклажан Это костюм Баклажана Он конечно Для маленькой девочки Вряд ли он налезет На меня Это костюм Баклажана Мне его надеть Костюмчик Мне немножко Маловат Но в любом случае Я баклажан Капец Посмотрите Я обязательно Наряжусь В это Для какого-нибудь Видео Или на Хэллоуин Спасибо за подарок А теперь Об очень грустной теме Ребята До того Как мы откроем Последний подарок Я хочу вам Рассказать И показать Что я нашла У меня до сих пор Вот Даже сейчас Уже спустя время Я не могу Найти слов Просто И мне хочется Плакать с одной стороны А с другой стороны Очень бомбиться И ругаться Вы помните Историю с тараканом Шипящим Мадагаскарским Которого мне подарили В Питере И по крайней мере Мне его показали сразу Я его довезла до дома Даже попыталась за ним ухаживать Но не смогла Насекомое Это не мое Мне пришлось его отдать Своим друзьям У которых есть Пауки и тараканы Несколько раз Мне дарили улиток Которые тоже с ними Что-то могло произойти И тут уже дошло до такого Я просто Коробки из Красноярска Ехали Как вы поняли До меня очень долго Месяц А то и больше Я их не видела Не открывала И когда я начала распаковку В одной из коробок Был странный запах Так как всю распаковку Полностью Подарков я не снимала Этот кусочек Я засняла специально Чтобы потом показать Потому что до этого момента Это хранить я Не могла Ну вот какой-то Неприятный запах Я сначала подумала Что и так бывает Что испортилась Какая-то еда Когда бывает Дарят свежее что-то Пирожки там Или еще что-нибудь Пирожное Они портятся Плесневеют Я ее открыла И в ней были Какие-то кусочки бумаги Туалетной Какой-то картон Камень такой минеральный А рядом стояла Небольшая пластиковая коробочка И у нее В крышке были дырки Я открыла Эту коробочку И в ней был Уже мертвый Хомяк К сожалению На ютубе Сейчас очень жесткие правила И я не буду их нарушать Иначе ролик могут заблокировать Нельзя показывать Даже не знаю Можно ли произносить Трупы мертвых И все что связано С каким-то таким Агрессивным Негативным контентом Мы с вами Даже не можем представить Насколько Это жестоко Насколько тяжело было Этому маленькому существу Маленькому хомячку Находиться в этой коробке Во-первых, маленькой Во-вторых, в принципе Что он там был закрыт Ехать так долго Больше месяца Находиться Я не знаю Когда с ним уже Это произошло Может это случилось Я надеюсь Что это случилось Очень быстро С ним И он ушел В другой мир Но если он там Долго-долго мучился То это очень страшно Не сказать Что я очень жалостливый человек Или там Плачу по любому поводу Но мне реально сложно Сдерживать слезы В данной ситуации Потому что мне жалко Что с ним так мучилось Я не хотела Впадать в какие-то эмоции Я хотела просто сказать Что не делайте так Не надо Будьте более ответственными Относитесь К живым существам Так же, как к себе Вы же не положите Ребенка в коробку И не подарите его Кому-нибудь Ну блин, ну серьезно Животные не подарок Ни в коем случае Никогда Ни при каких обстоятельствах Жизненных Нельзя дарить Живых существ Мне нужна пауза Я не хотела Чтобы от видео Остались какие-то Негативные впечатления Поэтому оставила Напоследок Вот такой вот Яркий Необычный подарок Офигеть Я чувствовала Что это будет Что-то нереальное Но А я в шоке Короче Короче Вот такая вот Красивая книга Внутри вся черная Очень красиво Оформленная Бэтмен Земля 1 И тут Комикс Комиксы С красивыми Картинками Рисунками И это Вся Вся книга Такая Класс Анриэл Вообще Нереально Спасибо Гигантская Очень Крутая Штука Просто кто-то Может быть не в курсе Но я безумно Обожаю всю эту Супергеройскую тему Типа Спайдермен Бэтмен А самая вообще Моя любимая тема Это Дарт Вейтер Звездные войны И я даже мечтала В Лондоне Но не Захотела тратить Столько денег Купить Огромную Такую энциклопедию Звездных войн Красиво оформленную Какое-то Супериздание Короче Спасибо большое Нереально Классный подарок Всем огромное Спасибо за подарки Мы вас любим Вы знаете Увидимся скоро В новых роликах Переходите по ссылкам На новые видео На других каналах И не забывайте Подписываться на инстаграм И пожалуйста Не дарите животных Люблю вас